Мне кажется Что солдаты Из кровавых Не пришедшие полей Не в землю нашу Полегли когда-то А превратились В белых шуравлей Они до сей поры С времен тех дальних И летят И подают нам Голоса Не потому Будь так часто И печально Мы замолкаем Глядя В небеса Помните Мне кажется Порою, что солдаты Из кровавых Не пришедшие полей Не в землю эту полегли когда-то А превратились в белых журавлей Эту песню знает в любой российской семье Как и то, что ее автор Расул Гамзатов Замечательный дагестанский поэт Прозаик Публицист Переводчик Здравствуйте, дорогие друзья В эфире Ангелина Ирнеева 8 сентября Расулу Гамзатову Исполнилось бы 100 лет И кстати Этот год объявлен в нашей стране Годом Расула Гамзатова Сегодня о его творчестве Мы будем говорить с народным поэтом Калмыкии Владимиром Нуровым И доктором филологических наук Литературоведом Риммой Ханиновой Здравствуйте, дорогие гости Здравствуйте И первый вопрос, Владимир Даджиевич, вам Вы у нас старейшина в литературном мире Калмыкии И вам довелось, наверное, встречаться с Расулом Гамзатовым Расскажите, каким он был Ведь он приезжал к нам в Калмыкию Ну, я знаю Расула Гамзатова Больше по его стихам, по его книгам Про... 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 сказать, что вот по большим поэтам, таким как Рослу Гамцатов, Кайсин Кулиев, Давид Кугльтинов, читатели узнают о народе, о стране, о той земле, где они выросли. Потому что большие поэты, они являются ведь пророками, гениями, которые рассказывают не только о себе, но и о своем народе, о своей родине, об отечестве, об ауле, или же в селе, или в хатоне, где он родился. И этим-то он и прекрасен. Рослу я видел несколько раз, особенно он запомнился, когда он приехал в 1982 году на 60-летие Давида Никитича Кугльтинова. Вот он был еще в селе, сам еще молод. Не было ему 60 лет, он на год моложе Давида Никитича Кугльтинова. И он прекрасно выглядел, шутил, смеялся. Он вообще был далек от звездной болезни. Он был простым, доступным, очень таким теплым, задушевным, товарищем, другом. И это чувствовалось во всем. Я несколько раз его видел в Москве на семинарах молодых поэтов. Он очень хорошо относился к молодым поэтам, так же, как вот Михаил Ханинов к своим молодым поэтам, за которым мы, по тропе которых мы шли, по тропе старших товарищей. Училищ у них набирается опыта. И вот Расул тоже, и Кайсын Кулиев, Давид Кугльчинов, Михаил Ханинов. Вот они были нашими руководителями, наставниками. И они, в общем-то, понимаете, они нотации нам не читали, не наставляли там, не давали уроки, как надо жить, как надо писать, а просто... Старшие друзья. По своим стихам, по своей биографии, в конце концов, по своим поступкам. Они учили нас. Вот. Я помню, однажды, когда молодые поэты возгорделись, что каждый стал считать, что, мол, я гений, кто из нас сильнее, кто слабее. Кайсын Кулиев сказал, что ребята так вознеслись. Еще шутя сказал, если бы я чуть-чуть постарался, я мог быть вашим отцом. Так что вы, сынки, мне годитесь. И такие вот неожиданные реплики отдельные, и Михаила Ханинову, и Давида Кугльчинову, и Расулу Гамзатову приводили нас, молодых поэтов, в чувства. И мы уже знали, что надо, как надо, как подобает вести молодому поэту, скажем, и с читателями, и со взрослыми, и со своими друзьями, и, скажем, руководителем семинаров. Расул был, конечно, очень одаренный человек, очень гениальный поэт, я считаю, потому что он выражает в своих стихах душу народа, мысли народа, историю народа, и он очень ироничен. В стихах Расул очень ироничен. Иногда он шутит даже над собой, что, мол, мне настолько кажется, что я гениален, что не могу увидеть, скажем, красивую женщину, не заметить ее красоту, ее ум, ее прелести. Или вот у него есть исхотворение Патимат о своей супруге. Он говорит, вот если бы мне заменили сердце, я бы, наверное, не согласился, потому что в сердце моем осталось имя Патимат навсегда. Если вдруг хирург заменит мне сердце, поставит молодое сердце, и это молодое сердце забудет имя Патимат, и эта память не сохранится в моей. Вот понимаете, это вроде бы вот с одной стороны очень такое теплое, очень ироничное, вот такое мягкое, скажем, беседа с собой, может, самим собой или может быть с читателем, но в то же время это говорит о многом, что он земной, что он любит своих близких, родных, и очень прекрасно стихи у него есть и о дочерях своих, вот, и о Патимат, и... И поэтому Расул любил Калмыкию, любил поэту из Калмыкии, и вот они дружили и посвящали друг другу стихи. Мне, например, нравится стихотворение Расула Гонзатова «20-й век» и «21-м веке». Это он говорит не только о себе, но говорит о нас, идущем за ним, о нас, которые сегодня живут в 21-м веке. И вот в переводе Андрея Вознесенского это стихотворение звучит так. «Если бы были чемпионаты, кто в веках по убийствам первый, ты бы выиграл век 20-й, усмехается век 21-й. Если бы были чемпионаты, кто по лже и подлости первый, ты бы выиграл век 20-й, усмехается век 21-й. Если бы были чемпионаты, кто по подвигам первый, нет нам равных, мой век 20-й, безмолвствует 21-й». Это очень такое философское створение о раздуме о том, как мы жили, как мы творили. 20-й век действительно вобрал в себе самые лучшие таланты и в поэзии, и в песне, то есть в музыке или художественных произведениях. Действительно, Римма Михайловна согласится со мной, что 20-й век — великий век, вобравши в себя все. И плохое, и хорошее, и трагическое, и тот 20-й век, который принес нам победу, равную, которую нет в мире. И вот мы, живущие в 21-м веке, должны думать о том, кому мы обязаны, своей мирной жизнью, своей жизнью, в конце концов, своей биографией, своей цветущей молодостью. Мы выбирали в себя всю ту красоту 20-го века, весь тот подвиг, тот фафос, тот патриотизм, ну, в конце концов, даже тот подвиг народа, то достижение в поэзии, в лирике, в музыке. Это все 20-й век, и мы продолжаем их в 21-м веке. И мы должны обязательно говорить с ним на равных, и в то же время с признанием их таланта, их глубины, философской мысли. И благодарны должны быть им, потому что они нам тоже многое дали, и своей жизнью, своим творчеством, своим подвигом. Скажем, Михаил Ханинов, боец 20-го века, тоже оставил глубокий след и в литературе, и в истории своей народности. Я знаю, что народный поэт Калмыкии Эльдышев, и вы, Римма Михайловна, съездили в Махачкалу на литературный праздник Дней Белых Журавлей. И вот привет из-за рубежа от Эрдня Антоновича, его впечатление о празднике Белых Журавлей. Расула Гамзатова, великого поэта и друга Давида Кугультинова, любят и почитают в Калмыкии. Впервые я увидел его в марте 1982 года в листе на торжествах, посвященных 60-летию Давида Никитича. Он приехал поздравить своего друга вместе с известными поэтами страны. На том юбилейном вечере мне особенно запомнилось страстное, образное и яркое выступление народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, который сказал «Давид – великая гора Калмыкии, откуда виден весь мир и которую мир видит сейчас». И Расул Гамзатов – великая, самая высокая, могучая и величественная гора Дагестана, с высоты которой Дагестан обозревает весь мир, и мир видит его. Гамзатов был дорогим гостем у нас в Калмыкии, и эти встречи всегда превращались в незабываемый праздник поэзии, в неповторимое действие, услаждавшее слух и души почитателей таланта великого горца. В листе была издана книга стихов Гамзатова «Высокие звезды» в переводе Давида Кугультинова. Это сувенирное издание вышло в 1983 году к 60-летию Расула Гамзатова на двух языках – русском и калмыцком. И сегодня калмыцкие поэты продолжают добрую традицию дружбы, переводя на родной язык высокую и мудрую поэзию Расула. Прощальная встреча друзей состоялась в Сочи в сентябре 2003 года. Тогда в свою резиденцию в Бачаров-Ручей президент России Владимир Путин пригласил Расула Гамзатова для вручения ему высшие награды Российской Федерации Ордена Андрея Первозванного. За последние годы мне посчастливилось неоднократно бывать в Дагестане на всероссийском празднике поэзии Расула Гамзатова «Белые журавли». Здесь я увидел потрясшие меня степняка, величавые горы. Здесь я побывал на родине поэта, в горном ауле Цада, в сакре народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы, в которой рос его сын, будущий любимый поэт великой страны. Расул Гамзатов – это целый поэтический мир, богатый, мудрый, прекрасный. Поэт был гражданином мира, талант его был необычайно многогранным. Главными темами поэзии Гамзатова являются мужество и любовь. Его книга «Мой Дагестан» открыла читателям всего мира мудрость, традиции, историю и современность страны гор. Она переведена на десятки языков мира. Его высокая и мудрая поэзия – это кодекс чести и любви, адресованный всему человечеству. Более полувека он возглавлял Союз Писателей Дагестана, который под его руководством превратился в одну из крупнейших творческих организаций страны. Расул Гамзатов и его поэзия – это та добрая и волшебная сила, которая объединяет людей и страны. Его знаменитые журавли, написанные в 1965 году, стали символом памяти погибшим во всех войнах. Памятники белым журавлям возведены по всей планете. 3 ноября 2003 года в Республиканской библиотеке имени Амурсанана студенты встречались с Давидом Кугусиновым. Давид Никитич рассказывал о своих друзьях-поэтах, размышлял о прожитой жизни, отвечал на вопросы. Вдруг открылась дверь, вошел молодой человек, который что-то шепнул ему на ухо. Давид Никитич извинился перед аудиторией и вышел в кабинет директора. Его позвали к телефону. Звонила супруга Алла Григорьевна, которая сообщила горестную весть. Умер его друг Расул. В Республиканской газете Давид Кугультинов выступил с прощальным словом. Ушел из жизни Расул Гамзатов. Поэзия которого при жизни автора стала достоянием современников. И она осталась для будущих поколений, чтобы те тоже могли наслаждаться истинной поэзией. Когда я говорю наслаждаться, я не имею в виду вкус сахара или меда. Но наслаждение, а может и больше, приносит и то, что забирает твою горечь пониманием твоей судьбы и твоих печалей. Вот потому весть о кончине Расула Гамзатова – это весть об утрате для душ всех читателей. Расул был создан судьбой для того, чтобы в какой-то степени уменьшить печали времени. И потому его знаменитая песня «Журавли» стала песней, летящей не в орбите нашей матушки Земли, а в незримой орбите времени. Расул Гамзатов свято верил в добро, и поэтому в своей последней исповедальной поэме «Времена и дороги» признался. «Пусть голова моя не серебро, она не от веселья посидела, пусть в голове не золото, но пел я не для наград, а веруя в добро». Сердечно поздравляю всех почитателей таланта Расула Гамзатова с его вековым юбилеем и прочитаю свое стихотворение, посвященное великому горцу и поэту, который называется «Журавлей Расула». «Дагестан, ты земля хлебосольных и гордых людей, край могучих, высоких вершин и великих поэтов. Твой Гамзатова однажды отправил в полет журавлей и прощальному зову их внемлю, и небо, и нивы. И поныне их клин белокрылый летит над планетой, там, где горы вздымают вершины свои, где просторные степи лежат молчаливо, а кликают по птичей живущих его журавли. Вот летят журавли над седой и бессмертной страной, где не быть вероломству, а только любовь торжествует. Что же ждет белокрылых загорной последней грядой, что они предвещают и напоминают, ликуя? Голоса их тревог и надежд, и веры полны. К нам с небес громкий клич журавлины несется, чтобы светлым заветом Расула мы были верны и хранили в сердцах имя славное, мудрого горца. Римма Михайловна, что вам вспоминается в тот день об участии в литературном празднике? Что за мероприятие? Здесь необходимо сказать, что калмыцкие поэты неоднократно бывали в Дагестане на литературном празднике Дни белых журавлей, которые проводятся в Дагестане как международный фестиваль поэзии с 6 по 10 сентября. После посещения этого литературного фестиваля в 2009 году, где я была вместе с Ирнием Антоновичем Эльдышевым, я написала цикл стихотворений «Дагестанские страницы». В них как раз отражены мои впечатления о том, что я увидела, услышала. Но прежде всего, конечно, меня поразило посещение кладбища близ горы Таркитао, где похоронен Расул Гамзатов. Такое скромное надгробие, на котором всего два слова по-русски «Расул Гамзатов». Никаких дат нету, никаких регалий нету. Я когда первый раз увидела, меня, конечно, это очень поразило. И потом я подумала, что в этом есть глубокая философия и истина. Потому что поэт вне времени и пространства. Поэт, которого все знают. И два имени эти стали уже визитной карточкой и Дагестана, и шире нашей советской поэзии, советской литературы. Потому что мы знаем, что имя Расул с арабского переводится как «представитель». То есть отец, когда нарек его этим именем, он как бы передал ему литературную эстафету, потому что сам отец был тоже поэтом. И сын его, который был в литературном плане очень разносторонним, он писал и прозу, и поэзию. И здесь нужно сказать, что он действительно достойно представил и свой народ, и свою историю, и свою культуру не только на своей родине, но и шире действительно во всем мире. В этом плане, конечно, праздник, который собирает с тех пор, это после ухода Расула Гамзатовича, собирает многих представителей национальных литератур нашей страны и за рубежа, которые приезжают в Дагестан, и они посещают знаковые места. Ну какие? Прежде всего, конечно, это аул Сада, где родился Расул Гамзатов. Это аул Гуниб, где в 1986 году был открыт памятник белой журавли. Инициатива принадлежала как раз Расулу Гамзатовичу. Мы с вами знаем, что в 1965 году он написал знаменитое стихотворение «Журавли», которое стало затем песней в переводе на Ома Гребнева и на музыку Яна Фрэнкеля в исполнении Марка Бернеса. Здесь нужно сказать, что стихотворение он создал после посещения Японии. Когда он побывал на мемориале жертвам атомной бомбардировки в 1945 году, увидел вот эти белые журавлики, и это как раз вызвало у него вот такой творческий замысел создания такого стихотворения. Здесь нужно подчеркнуть, белые журавли – это души солдат, погибших на полях брани во всех войнах, которые летят и окликают тех, кто живет на земле. Сама по себе идея переселившейся человеческих душ птицы на ненава. У многих народов, мы знаем, есть священные птицы, тотемы племен. И в том числе, если мы говорим о буддизме, то тоже мы сами знаем. Есть мать и в реинкарнации, когда после смерти человек перевоплощается во что-либо. Но здесь очень важна вот эта преемственность, эта связь между упавшими за Родину, за мир, за счастье людей и теми, кто остался на земле. Вот эта взаимосвязь между упавшими и живыми, она как раз звучит очень пронзительно, действительно, как крики журавлей, потому что здесь самый главный посыл – это, конечно, призыв павших сохранять мир на всей планете. То, что актуально во все времена. Хотела бы сказать, как историк литературы, как доктор филологических наук, что нам предстоит изучать и изучать наши межритературные международные связи и внутри страны, и за рубежом. Потому что, конечно, вот эти наши литературные связи с народами страны, они, к сожалению, еще в нашем литературоведении не исследованы в полной мере. А здесь есть о чем говорить, здесь есть что исследовать. Если мы говорим с вами о калмыцко-дагестанских литературных связях, то они относятся к середине прошлого столетия, до сих пор остаются достаточно прочными, хотя, может быть, не столь активными, как раньше, когда общалось старшее поколение писателей и поэтов. И в этот юбилейный год народного поэта Дагестана Расула Гамзатова вспомним эти литературные контакты между нашими народами. Ну вот, мы уже сказали, что и дружба долгая с молодостью еще связывала Давид Никитича Кугультинова и Расула Гамзатовича Гамзатова, когда они встречались на литературных форумах, гостили друг у друга, отмечали свои юбилеи, посвящали стихи, переводили произведения. Как мы знаем, Расул Гамзатович Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в селении Цада Кунзахского района Дагестанской тогда АССР в семье народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы. И вот памяти отца своего друга Давид Никитич посвятил стихотворение Цададе Торсен Гамзат Газрарн в переводе Юлии Нейман «Почитатели Гамзата я встречал у нас везде». В этом стихотворении Давид Никитич выразил мысль о том, цитируя, что «Города, селения, страны в нашей памяти ясны лишь тогда, когда делами их прославили сыны». У Давида Никитича и Расула Гамзатовича много общей в творческой жизненной биографии. Оба начали писать стихи с детства, учились в литературном институте имени Горького в Москве. Первая книжка стихового Расула вышла в 1943 году, у Давида в 1940 были приняты в Союз писателей СССР в 20-летнем возрасте. Это немногие примеры в истории нашей литературы. Кроме того, долгие годы они возглавляли Союз писателей своих республик. Много сделали для становления своей национальной литературы. Как мы знаем, оба были удостоены за свои деяния высокого звания Герои социалистического труда, были лауреатами государственных литературных премий, автором многочисленных книг как на родном языке, так и в переводах на разные языки народов мира и России. Мы знаем, я принесла показать, к 60-летию Расула Гамзатова Давид Никитич опубликовал в журнале Тегенгера в 1983 году. Это как раз, как мы уже сказали, год 60-летия Расула Гамзатовича, вот здесь подборка переводов Давида Никитича, ряд стихотворений, которые он перевел, сделал своему другу такой подарок. Кроме того, хотелось бы показать также книжку, о ней говорил Ирни Антонович, это такая юбилейная книга, и мы видим такая сувенирного формата, плана. это книжка, которая составлена была Давидом Никитичем, называется «Расул Гамзатов Элендер Одут», то есть «Высокие звезды», она издана у нас в Элисте в 1987 году, к юбилею поэта. Что интересно в этом издании? Дело в том, что в 1962 году книга «Высокие звезды» вышла в Москве, и спустя много времени Давид Никитич сделал такой подарок, а именно эта книга состоит собственно говоря, из двух книг. Одна книга, первая часть, состоит из переводов стихотворений, которые вошли в эту книгу в русских переводах Наума Гребнева и Якова Козловского, а вторая часть как раз русские переводы этих переводчиков, которые вышли в московском издании. И таким образом здесь первая часть калмыцкие переводы, и вторая часть это русские переводы. И книжка еще интересна тем, что здесь даны иллюстрации фотографий Давида Никитича и Расула Гамзатовича, в том числе и с другими поэтами отдельные фотопортреты Гамзатова. И мы видим здесь на обложке также это подпись Расула Гамзатова, очень такая витиеватая, мы видим, как арабские письмена. И забегая вперед, хотела сказать, что Давид Никитич в этом плане конечно много сделал для популяризации творчества своего друга у нас в Калмыкии. Вопрос к обоим участникам передачи. Как вы считаете, в чем секрет народной любви к Расулу Гамзатову и его творчеству? Вам, пожалуйста, Владимир Доржевич. Это секрет не только одного Расула Гамзатова, любого автора, любого поэта в том, что он отражает своих произведений не только свою биографию, свою жизнь, но и отражает мысли и чувства своего народа и дышит тем, чем живет свой народ. Будь это трагедия, будь это, скажем, победа или просто жизнь идет своей чередой. Поэт отражает именно то, что видит, то, что он чувствует и тем, чем и живет вместе с народом. Самое главное заслуга поэта в том, что они во всяком случае не лгут в своих произведениях, они говорят правду, как бы это горько не было, но говорить надо правду. я думаю, что вот именно поэтому, что поэты во всех веках всегда старались говорить то, что они переживают вместе со своим народом, то, что они, о чем они думают и как переживают эту трагедию, эту жизнь своего народа. И вот Расул Гамзатов как раз именно вот возьмите его прозу, прозаицкую вещь, мой Дагестан. Там же эти и легенды, и сказки, и притчи. Чего такого-то вам нет? когда спрашиваешь аварцу, у дагестанцев, вам нравится эта книга, прозаицкая книга Расул Гамзатова, они говорят, конечно, нравится, потому что порой не знаешь, это говорит Гамзатов или это говорит, скажем, старец, мудрец, через уста которого говорит Расул. Вот в этом-то и достоинство писателя, что он говорит своим устами, но отражает жизнь своего народа. Если говорить о секретах творчества, о секретах гения, то понятно на то не секреты, что они не раскрываются. Это своего рода тайна, которая известна, вероятно, самому только творцу. В любом случае можно говорить о том, что настоящий поэт, в данном случае мы о поэте говорим или о настоящем писателе. Это всегда своего рода дар. В данном случае это фамильное семейное, но если шире, то это дар Божий, который передается и который, конечно, носитель этого дара, он должен передать людям, действительно представить все то, что ему было дано. В этом плане, как раз, когда мы говорим о Расуле Гамзатова как об одном из национальных литераторов, мы, конечно, не можем не говорить о русском языке, который представил его творчество прежде всего народом Советского Союза, России, а затем шире через переводы всему миру. Поэтому мы с вами вспоминаем, скажем, стихотворение Гамзатова, в котором есть перекличка с Пушкинским памятником. Я хотела прочесть свое стихотворение, которое написала, называется «Памятник поэту», и в нем как раз эпиграфом четыре строчки из этого стихотворения Расула Гамзатова. «Пусть гордый внук не вспомнит мое имя, не упомянет пусть меня камык, но горцы будут с песнями моими веками жить, храня родной язык». Расул Гамзатов. «Слух о Расуле множится в России, здесь назовет его всяксущий в ней язык, и гордый внук славян, удмурт, морец, тунгус, татарин, коми и калмык. Он гордый горской лирой, мировой славой, аулом дагестанским добывал, недаром на плите его по праву два слова, чтобы народ не забывал. Нет времени и нет уже пространства тому, кто вечность мудро постигал, к чему поэту лишние убранства Расул Гамзатов, кто его не знал. Границ с песчаником, могилы в Таркитау, арабов вязь и русских письмена, они навек народы побратали, потомки будут, помните имена. Горянки нарекат Расулом станут, младенцев, кто появится на свет, и верится, природа не устанет, не оскудеет, в ней ищу поэт. Позвольте, дорогие гости, мне небольшой отрывок процитировать. Я солнце пил, как люди воду, вступая по нагорем лет, навстречу красному восходу, закату красному вослед. Так мог сказать трогательно и по-философски глубоко только настоящий поэт, который мог рассказать всему миру, что значит по-камзатовски любить и чем дорожить. Владимир Доржевич, я знаю, что вы тоже писали стихи, посвященную Расулу. Расскажите, пожалуйста. Стри называется «Сада Аулен Гарде». В переводе «Сокол из Аула Сада». Ну, я там размышляю о том, что каждый раз встречаю журавлей весной. Мне кажется, что эти журавли, белые журавли Расула приносит в Калмыцкости свой привет, свой поклон от друга нашего, от большого поэта Расула Гамзатова, что этот образ, который мы запомнили, образ великого поэта Расула Гамзатова, остается в нашей памяти, пока мы живы. Будем помнить этого поэта и отражать и в стихах, и в своих воспоминаниях. Вот кратко такое содержание стихотворения. Надо сказать, что Расула Гамзатова любил калмыцких поэтов, ведь когда он отмечал свое 80-летие в 2003 году, он ведь пригласил только калмыцкого поэта Давида Гугельтинова и русского писателя Даниила Гранина. Их было только два человека на приеме по случаю его 80-летия, куда приезжал в Сочи наш президент Владимир Владимирович Путин вручал ему орден. И еще как-то Давид Никитича рассказывал, он шутку спросил, Расул всегда, он непредсказуемый, и вот в личной беседе такой говорит о высокой поэзии, кто же вдруг может повернуть так вопрос, что восхищаешься и в то же время и не ожидаешь. И он нас спросил в присутствии президента Владимира Путина у Давида Никитича, Давид, ты как думаешь, за что нам вручают ордена? Давид Никитич говорит, не знаю, за что тебе орден вручили, чтобы мы старые поэты молчали. Вот такой неожиданный был вопрос и ответ Расула на этой встрече. Рима Михайловна, ваше тоже можно произведение услышать? Мы сами знаем расхожую такую поговорку «Нет пророка в родном отечестве». В отношении этих двух поэтов, которые считали друг друга братцами, мы можем сказать, что эта поговорка не получает подтверждение, они при жизни получили признание. Прошло уже 20 лет, как нет Расула Гамзатовича, но проводятся эти международные фестивали, выходят книги, также продолжаются писать посвящения этому поэту и всегда встает вопрос, а вот конкретно на родине поэта, как воспринимают его земляки? Я хотела здесь показать вот это свое стихотворение, называется «Гуник». Вот оно издано в этом журнале в Агистанском, называется «Лашид», что значит в переводе «Соколенок», вышло в этом году в третьем номере. И вот мой друг Анварбек, Култаев, он перевел это стихотворение и опубликовал в этом журнале. Это как раз подтверждение с одной стороны продолжения наших литературной связи с Дагестаном, с другой стороны отношения земляков к своему великому поэту. И действительно постоянно выходят такие тома, которые называются поэт «Аула и планеты». Почти десятилетия выходит в каждый том, и туда включаются воспоминания, статьи, стихи, посвящения, переводы, которые адресованы Расулу Камзатову. Не это ли подтверждение как раз жизненности его поэзии и его творчества. Ну и кроме того, хотелось бы сказать, что когда мы говорим с вами о любом классике, то прежде всего, конечно, мы возвращаемся к тому, что он утверждает. Вот мы сегодня очень говорим о необходимости сохранения общечеловеческих ценностей. И как правило, классическая литература, она защитница и она победительница, которая как раз выступает с этими утверждениями наших общечеловеческих ценностей. И пока будет их творчество и пока будут цениться на свете мир, труд, любовь, творчество, красота, то, я думаю, значит, будут живые творения наших классиков. Мы знаем, что еще Давид Кугультинов писал стихи Расулу Гамзатову. А кто еще посвящал свои стихи великому автору? Прямо Расулу Гамзатову Давид Никитич не посвятил, посвятил его отцу. Что касается других наших коломанских пайтов, то здесь стихи посвящали Расулу Гамзатову Босе Сангаджиева, посвятил также стихотворение Расулу Гамзатову Гамзатову. И я думаю, я думаю, что это такой перечень, который не заканчивается и который будет иметь продолжение. В том числе, как и переводы многочисленные. Вот мы с вами знаем, что стихотворение Журавли впервые перевел на калмыцкий язык именно Давид Никитич еще в 1980 году. А в 2020-м перевел уже наш современный поэт Эрни Канкаев. И эта песня звучит сегодня уже и в таком переводе. Поэтому, чем больше переводов даже одного хрестоматийного классического стихотворения, тем лучше. Спасибо большое. И время подошло к завершению нашего эфира. И у вас есть возможность передать вашим почитателям, нашим телезрителям ваши пожелания. Я бы пожелал, чтобы читатели, особенно молодое поколение. Читала бы литературу, лучшие образцы литературы, классиков, чтобы через литературу все-таки понимать красоту жизни, сложность жизни и все то мудрое, все прекрасное, что есть у нас в жизни. Поэтому надо считать поэзию и прозу как на родном языке, и так на любом другом языке, на русском или на английском, и выбирать в себя всю ту мудрость, которая вырабатывается на протяжении нескольких поколений. я бы хотел пожелать еще раз, чтобы именно вы любили литературу и восхищались красотой. Классика есть классика, читайте, перечитывайте классику, читайте современников, потому что классики остаются тогда классиками, когда после них есть и современники, потому что не прерывается преемственность поколений в литературе. И здесь очень важно, конечно, прежде всего знать родную литературу без корней, без национальных своих основ. Невозможно понять чужие народы, чужие культуры, чужую историю, потому что когда ты воспринимаешь чужого как своего, а свое ты любишь больше всего, то тогда мы придем к этому миру согласию и дроби между народами. Надо сказать вообще, кто знает свой родной язык, тот ощущает поэзию особенно, литературу и искусство намного тоньше, глубже и точнее, ибо на генном уровне передается из глубокой старины 16, 17, 18 веков все это вобранная мудрость философская, это красота, это поэзия, это мудрость, все, эти краски, эти мелодии жизни, они именно приходят через язык, потому что язык народа это и есть код народа, и все, что есть прекрасного в народе, передается через язык, через литературу, и поэтому молодому поколению на это убирать все, что богатство, что есть в родном языке. Спасибо большое за встречу, огромное благодарность за ваш вклад в нашу культуру, в нашей Калмыкии, а мы на этом с вами прощаемся, до свидания. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok